Далекие партии И несмотря на все противоречия, сплачивается и другая сторона Чаадаев говорил интересную фразу, что если социализм победит, то не потому что он прав, а потому что неправы его противники, потому что они недостаточно считаются с человеком Мне хочется сказать, на первом этапе все очень резвились, все очень боролись друг с другом Это соответствовало задаче, борются и там тоже Как вы знаете, Буш говорил, что его собака умнее, чем Клинтон, но потом все-таки принял вердикт народа Сейчас уже другой этап, мы должны оправдать то, для чего создан парламент То есть мы должны оправдать свою законодательную деятельность и успокоить народ тоже от политического психоза Поэтому мне хочется выразить надежду, что мы будем все-таки работать довольно дружно по определению того, что нам теперь нужно делать И будем дружить не только по элико, возможно, друг с другом, но и с теми, кто на этих выборах не одержал победу Мне кажется, что лаской в политике можно так же, как и в других областях достичь гораздо большего, чем силовыми методами Спасибо, этого я и желаю новому парламенту Ну что ж, я думаю, пожелания эти непременно должны сбыться У вас что-нибудь еще есть, Владислав Андреевич, Павел Григорьевич? Сергей Жигунов хочет сказать, молодое поколение Я бы хотел надеяться на то, что дальше все будет лучше, чем это было до того И я хотел бы попросить тех, кто сегодня выиграет или проиграет, помнить о том, что политика существует не для политиков, а для тех людей, которые живут в этой стране Пожалуйста, сделайте так, чтобы мы могли нормально работать и нормально жить Я очень верю в то, что это вам удастся Спасибо Ну что ж, спасибо большое И я прошу всех посмотреть на компьютерную карту Данные по Владивостокскому округу, 51-му Пожалуйста, 17% выбор России 14% либерально-демократическая партия 13% коммунистическая партия 11% блок Явлинского, Болгарева Лукина и 8,8% российское движение демократических реформ Ну вы понимаете, что мы даем данные только первых пяти партий, которые набрали Которые вошли в первую пятерку Ну вот интересно, совпадают ли вот эти данные с данными нашего всесоюзного социологического центра Юрий Александрович Левада Я вас прошу, Юрий Александрович, рассекречить Ту информацию, которую вы тут в последнюю неделю так строго хранили Это можно сделать? Так, только давайте отдаем данный микрофон Нам 10 дней пришлось почти молчать Мы пытались оспаривать, но неудачно Поэтому данные только просачивались Самое главное не данные, а тенденции Мы заметили за последнюю неделю Те тенденции, которые сегодня видны на экранах Это общий порядок движения различных сил Причем здесь были довольно быстрые изменения Наиболее быстрые изменения касались позиции или положения либерально-демократической партии Она довольно быстро набрала очки Недели две тому назад Трудно было ожидать картины, которую мы По некоторым данным уже так рассматриваем сегодня Ну, мы изучаем данные в размахе России Пока что по отдельным округам об этом судить трудно Насколько точно и насколько не точно Было просчитано или просмотрено кое-что Поскольку тут начинается пожеланий То мое первое пожелание Чтобы этот политический год наконец кончился Я знаю, что он не кончится сегодня И не кончится 31 декабря Но все равно хотелось бы, чтобы он кончился И чтобы его тень оказалась как можно короче Господа, я удивляюсь, что вы не прореагировали на такое прекрасное пожелание Но вот у нас с вами нет пока никакого контакта Я понимаю, что у вас столько сегодня впечатлений за этот день Рассаживайтесь поскорее, дорогие гости Потому что наши телезрители хотели бы уже всех вас видеть крупным планом И хотели бы услышать от вас какие-то слова в этот замечательный день И не забывайте, пожалуйста, о данных опроса Посмотрите, пожалуйста Вот нам показывают данные по Владивостокскому округу К нам вот подошел Эдуард Цеголаев, которого, я думаю, не надо представлять нашим зрителям И тем не менее вопрос Вы ждете каких-то сенсаций сегодня? Вы знаете, я хотел бы вообще сказать не как журналист сейчас А как гражданин этой страны и просто как человек Меня очень беспокоит то, что сенсацией сегодня становятся Такие человеческие чувства, такие понятия, как доброта, сострадание, милосердие, любовь И вот мне хотелось бы побольше таких сенсаций Мне хотелось бы, чтобы эти понятия помнили те, кому сегодня мы отдали свои голоса Чтобы они помнили о том, что они люди И думали о нас, об избирателях, как о людях И чтобы думали с добрым чувством в своей душе, в своем сердце Вот этой сенсации я бы очень хотел Ну, значит, мы не зря сегодня все собрались Спасибо вам большое Спасибо Уважаемые гости Уважаемые гости, минутку внимания Уважаемые гости, минутку внимания Я бы попросил вас всех Побыстрее рассесться по местам Я понимаю, что сейчас в Москве тяжело с транспортом Что плохая погода Но я прошу вас всех сесть Потому что очень тяжело воспринимать информацию, которая идет с экрана Итак Считать телеграммы телезрителей, которые сегодня поступают Телеграммы в дворец, в ларец пожеланий У меня здесь вот несколько Город Селикамс Москва, Кремль Кстати, это наш пароль для тех, кто не знает, как с нами связаться в эфире Значит, если вы позвоните в службу телеграммы Кредит И назовете пароль Москва, Кремль Ваша телеграмма Буквально через несколько минут будет здесь у нас И мы ее сразу же передадим Кроме того, уважаемые телезрители Я хочу вам напомнить Что мы продолжаем накапливать информацию От телезрителей Программы с 18 часов Кто, как из вас проголосовал В этот день Пожалуйста, звоните По нашему телефону В Москву Все телефоны работают на прием Междугородней связи И вы можете сообщить Как вы в этот день проголосовали Ну, а теперь телеграммы Вот одна у меня из города Соликамска Москва, Кремль Так и написано Ларец желаний Ребята, давайте жить в парламенте дружно Махров Телеграмма из Тюменской области Радужный поселок Привет вам, хорошие, уважаемые участники В путь добрый Спартанского здоровья И мудрости в парламенте Еще одна телеграмма Из Покровского Правители, господа Ой, эта телеграмма очень интересная Она в стихах Правители, господа Затяните не вода Сохраните Русь такой Чтобы русский народ Обрел былую силу Счастье и покой Не торгуйте вы землей Дайте же вы ей покой Она всех отблагодарит И с помощью русского мужика Весь мир насытит С уважением Нагорный Степан Алексеевич Ростовская область Неклиновский район Степан Алексеевич Спасибо вам большое За эту телеграмму И она будет лежать В ларце По желанию Ну что ж Мы продолжаем Вот, по-моему, уже почти Все гости расселись На свои места Вы видите, сколько Зарубежных корреспондентов Здесь работает Ну, конечно, в первую очередь Всех интересуют Данные опросы Которые появляются На наших компьютерных картах Посмотрите, пожалуйста Данные опросы телезрителей По проекту Конституции Это данные уже Суммирующие ту информацию Которую мы накопили С 18 часов Значит, за проект Конституции Вы видите Среди наших телезрителей Проголосовало 74,6% И Не согласились С этим проектом 25,4% Телезрителей Мы продолжаем Принимать Данные От наших телезрителей И будем сообщать Итак, уважаемые телезрители Я хочу вам представить Веру Алентеву Добрый вечер Спасибо, что вы пришли К нам сегодня Вы только что видели Результаты По голосованию За проект Конституции 74% Пока По тем данным Которые у нас существуют Принимают Конституцию Скажите, пожалуйста Вы голосовали сегодня? Да, конечно Как? Я голосовала против Я никогда не голосую За то, чего я не знаю Я предпочитаю Познакомиться сама Со всем Сделать выводы Хорошо Тогда Скажите мне, пожалуйста Если бы Но если бы Конституция была Не принята сегодня Что тогда? Что бы вы предназили? Я полагаю, что Это вопрос не ко мне Поскольку я Плохо в этом разбираюсь Я предпочитаю Отвечать за то В чем я разбираюсь хорошо Вот если бы я ознакомилась Я бы могла сделать выводы Согласиться или не согласиться А что будет Если я плохой прогнозист Простите, пожалуйста Вы считаете Примеры так же? Вы меня спрашиваете? Простите Да, да Вы считаете Примеры так же? Ваша жена Ваша жена Насколько я понимаю По проекту Конституции Голосовала против Я тоже по Мы очень Дружная пара Семейная Почему? Она Изложила аргументы Уже почему По этим же самым Потому что Прежде всего С ней мало кто Знакомился С Конституцией Просто Людей мало Ее прочло Если бы первым вопросом Ставил вопрос Прочли ли его Конституцию А вторым За и против То я думаю Сильно изменилось бы Может быть Поэтому и мало людей Пришло голосовать Посмотрим Спасибо Спасибо большое Ну что ж А данные Продолжают На нашей компьютерной Карте Обозначаться Посмотрите Пожалуйста По Приморскому Краю Опять Однозначная Картина Ну вот смотрите Как интересно У нас Голосуют На Дальнем Востоке 17% Вновь Выбор России 14% Либеральная Демократическая Партия 13% Коммунистическая Партия 11% Явлинский Блок Явлинского Болдырева Лукина И 8,8 Десятых Процентов Российское Движение Демократических Реформ Мы продолжаем Принимать Ваши Телеграммы Ваши Звонки Уважаемые Телезрители Хочу напомнить Вам Наш телефон Ну код Москвы Вы знаете 095 Вот сегодня Вы имеете Возможность Позвонить Сразу Из любого уголка Нашей страны Несмотря На Временной Поезд Итак Телефон Записывайте Запоминайте 206 2200 206 2200 Пожалуйста Звоните И телеграмма Они тоже Продолжают Поступать Вот я вам Читаю Из Твери Друзья Миритесь И поверьте Что дрязги Ваши Не нужны А наш народ Все Перетерпит И лишь бы Не было Войны Тверь Бойков Евгений Офицер Запасов Так А вот смотрите Нам дают Данные Опросы Телезрителей Из города Москвы По проекту Конституции 68% Проголосовало За Вы видите И 32% Никак не хочет Соглашаться С таким проектом Конституция Так Дорогие гости Я хотела бы Чтобы вы Все-таки Рассаживались По своим местам Я понимаю Интерес Зарубежных Корреспондентов К нашим Гостям Сегодня был Такой Сложный День И вам Было Конечно Очень Сложно Поймать Всех Взять Интервью Но Мы здесь Собрались На встречу Нового Политического Года И Конечно Все это Можно Совмещать Приятное С полезным Но Наверное Не так Активно Так А вот Смотрите Данные По Санкт-Петербургу Это опять Данные Опросы Телезрителей По выборам Государственную Думу Мы имеем Такой Результат Среди Телезрителей Вы Помните Что телезрители Это Самая Активная Часть Общества Телезрители Которые Принимают Участие В нашей Программе Общественное Мнение Имеют Они Совершенно Полярные Взгляды И вот Вы Видите Как Они Как Они Проголосовали За партией Блок Выбор России 62% Либерально Демократическая Партия 13% Вот смотрите Интересно В Санкт-Петербурге Наши гости Еще не Расселись Но я Понимаю Что Многие Задержались Многие Сейчас Только-только Рассаживаются Много Работает Зарубежных Агентств И поэтому У многих Сейчас Наших гостей Берут Наберетесь Терпения Плюс Данные Которые Мы Ожидаем Наверное Где-то В 12 К Начало Первого Начнут Поступать Более Интенсивно Что Мне Сейчас Хотелось Сказать Мы Уже Рады Тому Что Сегодня Здесь В Кремлевском Дворце Собрались Все Эти Люди Потому Что Их Ну В последний Месяц Разделяло Очень Много Их Разделяла Предвыборная Больба Их Разделяли Предвыборные Баталии Их Разделяли Предвыборные Выступления По телевизию Вы знаете Что Не всегда Они были Корректны Сегодня Мы бы Хотели Чтобы Впервые За последнее Время Они Сели Все Вместе В этом Зале Они Посмотрели В глаза Друг Друг И Они Договорились Что Какие Не разделяли В новой Государственной Думе Они будут Работать Ну Наверное Не так Как Их Предшественники Я Сейчас Продолжу Интервью В зале Давайте Подойдем Вот К этому Столу Добрый Вечер Простите Представьте Пожалуйста Блок Который Вы представляете Это Блок Яблока Скажите Вы Прогнозируете Какие Результаты Что Прогнозируете Прогнозируете Какие Результаты Нет Зачем Нам Прогнозировать Мы Пришли Смотреть Хорошо Где-то Ближе К 12 Часам Поступят Первые Результаты Настоящие Результаты Более Интенсивные Я думаю Что Мы Сообщим Их Значит Мы Их Ожидаем Скажите Пожалуйста Чисто По-человечески Вот Вы От Этой Предвыборной Борьбы Не устали Чисто По-человечески Не устал А вообще Устал Скажите У вас Может быть Немножко Для сегодняшнего вечера Необычный вопрос У вас есть Какое-то хобби Увлечение Хобби Как вам сказать Увлечение Есть А хобби Нет Какое Ну вот Увлечение Политикой Заниматься Даже так А я хотел вас Спросить Когда вы Последний раз Занимали Своим Хобби Увлечение Последний раз Я на велосипеде Катался Как-то Месяца полтора Тому назад Это я очень люблю Хорошо Спасибо Значит Вы не хотите Говорить Ваш прогноз На сегодняшний На исход Сегодняшних выборов Я очень боюсь Своих прогнозов Потому что Они слишком оптимистичны Спасибо большое Спасибо Ну что ж А прогноз Это уже даже Не прогноз Это данные Референдума По конституции Посмотрите Пожалуйста По 59 Округу Из Благовещенского Района Амурской Области Ну вот Вы видите Какие результаты 42% Жителей Приняло Участие В выборах И за конституцию Я не вижу Здесь К сожалению Сколько процентов Но думаю Что на ваших Больших экранах Вам это Беднее Ну что ж Мы продолжаем Получать Пожелания Новой политической Власти Какой бы она У нас Не родилась В эту Ночь Вот такие Например Из города Зеленокумска Желаю всем Кто сегодня Взойдет на Политический олим Русской мудрости Великого терпения Большого ума Дабы жила И процветала Россия Ставропольский Край Горькая балка Нина Большанская А еще одно Пожелание Посмотрите Пожалуйста У нашего Ларца Олег Табаков Вы знаете Момент Критический У Жириновского 14% У коммунистов 17% Значит В этот момент Сказать что-то По поводу Конституции Ну что ты за И по поводу Выбора России Что ты тоже за Это во-первых Прийти в конфронтацию С давним Товарищем И приятелем Сидящим справа И не менее Давними Знакомыми Сидящими слева Я имею ввиду Корякина Значит Единственное Что можно сказать В этот момент Все-таки Мы это делаем Свободным Волеизъявлением С чем Я вас Всех И поздравляю Думали На этом пути Господа Но я понимаю Что мы давно С вами не встречали Никаких праздников Ну почему же Вы не реагируете Здесь же По всем правилам Этикета Полагаются Аплодисменты Аплодисменты Так что же у нас Интересно делается В пресс-центре Ефим Валентина Я не выдержу Этой конкуренции Но тем не менее Собираетесь Или Нет Я лучше буду С ними соперничать На сцене А есть ли у вас Какие-то прогнозы Все-таки На сегодняшний вечер Я не могу сказать Что Предварительные результаты Этих выборов Как-то Очень обрадовали Меня По разным причинам Но я думаю Еще не вечер У вас есть Симпатия Вероятно Есть симпатия Для меня Дорогие Люди Которым в свою очередь Дорога судьба страны В которой Я живу и прописан Поэтому вы пришли сюда сегодня Спасибо вам большое Спасибо вам Спасибо Спасибо Ну что ж Я вижу уже За столом правительства Появились Какие-то гости Алексей Вы видите Кто там уже пришел Я думаю Нашим телезрителям Тоже хотелось бы Узнать Какое настроение Так у нас пошли У нас пошли данные По округам Тамара Да Да Господа Товарищи телезрители Внимание Данные По выборам Государственную Думу Сразу по четырем Округам Либерально-демократически Коммунистическая партия 24,3% Вы смотрите Что делается Коммунистическая партия 17,3% Выбор России 16,1% Аграрная партия 8,3% Блок Явлинского Болдырева Лукина 6,6% Моя любимая партия Женщины Россия 6,2% И Российское движение Демократических реформ 5,3% Ну, господа Смотрите Что сегодня происходит Я вам говорила Никто из нас Даже не предполагает Чем кончится Эта ночь Тем более Я хочу напомнить вам Что буквально Наверное Через 20 минут У меня вот здесь Нет часов Буквально через 20 минут Наступит 13-е число Вы представляете Что будет 13-го числа Но Не теряем Оптимизма Не теряем Оптимизма Так Ну, я вам Хочу сказать Что сегодня В этом зале Собрались Самые-самые Разные Люди И не только Политики И не только Государственные Деятели Но и Много-много Знакомых Лиц И вот Один из них Это народный Целитель Почетный Академик Академии Энергоинформационных Наук Александр Ильин Ну, я думаю Сейчас мы Услышим Прогноз На будущее Так, Александр? Сейчас попробуем Добрый вечер Я очень рад Что я попал Вот на такую Необычную Тусовку И здесь Очень много Необычных Интересных Людей И мне кажется Что То, что я Сегодня скажу Для кого-то Покажется Конечно Необычным Потому что Жизнь нам Иногда Подбрасывает Такое Что мы Иногда Каждый день Удивляемся Сегодня Здесь Собрались Очень Интересные Люди Каждый Который Каждый Из них Это Личность И мне Кажется Что Сегодня Создается Новое Будущее России И я Очень рад Что Сегодня Здесь Сидят Разные Блоки И я Был Сегодня Сказать Несколько Слов Чтобы Мы Все Дружили И Конечно Мне Кажется Одной Из Главных Партии В новом Будущем Все Таки Мне Кажется Я Могу Ошибаться Но Все Таки Господину Жириновску Либерально Демократическая Партия И я Бо Очень Хотел Чтобы Все Дружили Умели Дружить И Дай Бог Вам Здоровья Потому Что Сегодня Выбор За Вами За Вами Дорогие Люди Политики Спасибо Спасибо Александр Алексей Как Настроение В зале У нас В зале Очень Много Народу Люди Все Еще Подходят Так Что Я Надеюсь Что В скором Времени Все Рассядутся Все Как То Скать Более Точно Начнут Работать И Реагировать На Результаты Я Хотел Взять Сейчас Интервью Вице Премьера Правительства России Анатолия Чубайса Скажите Пожалуйста Как вы Вообще Оцениваете Ход Предвыборной Компании Вы знаете Первое Что Похоже Происходит И что Не является Сенсацией То Что наш Блок Блок Выбор России Судя по Всему Удерживает Первую Позицию Это Конечно Радует Но В то В то В то В то В то Время Я думаю Что Очень Дорогую Цену Мы Заплатили За то Что Демократы Не сумели Договориться За то Что Личные Амбиции Возобладали Над Здравым Смыслом И Моя Личная Оценка Да В общем И оценка Блока Выбор России Состоит В том Что Победа Или Второе Место Фашистской Партии В России Это Страшная Цена Медленно После 12 Числа Мы Сумеем Исправить Те ошибки Которые Совершили Сами До 12 Числа Абсолютно Необходим Жесткий Блок Жесткая Коалиция Демократов Против Фашистской Угрозы В России Что Вы считаете Главной Ошибкой Блока Выбор России В предвыборной Борьбе Ошибка Одна Она Состоит В том Что Мы опять Занимались Реальной Работой У нас У всех Есть свои Обязанности Которые С нас Никто Не снимал И Мало Занимались Разъяснением Пропагандистским Политическим Разъяснением Того Для чего Мы Это Делаем Какие Цели Мы Преследуем Мы Рассчитывали На то Что Дело Само Скажет За себя К сожалению Этого Оказалось Мало По Видиму Из этого Нам Всем Придется Извлечь Очень серьезный Очень Значимый Урок Но Целезрители Программы Общественное Мнение Знают Как Анатолий Борисович И в нашей Программе Он И его Соратники По Блоку Выбор России Сколько Раз Они Предлагали Консолидироваться Другие Блоки И партии Но К сожалению Вот Не получилось И мы Видим Результаты И Тем Не менее Многие Телезрители Продолжают Поддерживать Блок России Вот Например Телеграмма Из Ярославля Поздравляем Желаем успехов Разума Согласия И любви К России Мы За Конституцию Мы За выбор России Это Из Ярославля Брунько Маргарита Леонидовна Так И вот Данные Опросы Телезрителей Вы видите Вот данные Опросы Телезрителей Как раз Подтверждают Те слова Которые я вам Сейчас сказала По выборам Государственную Думу 55,3% Телезрителей Отдало Свои голоса Сегодня Выбору России И только 10,2% Либерально-демократической Партии Я хочу вам Представить Наверное Самый Прекрасный Стол В этом Зале Стол Блока Женщины России Добрый вечер Спасибо Что вы К нам Пришли Скажите Пожалуйста Вы Прогнозируете Какой-то Исход Выборов Что касается Нашего блока Мы себе Прогнозируем Все-таки Победу Что мы Перейдем Этот перевал Очень сложный Трудный И что мы Будем В Думе Ну На большее Я уж сейчас Не буду Говорить Но судя По тому Как Четыре Округа Проголосовало Это вселяет В нас Надежду Результаты Лидирующих Блоков На данный Момент Довольно Неожиданно Ошеломляюще Скажите Пожалуйста Вы Наверное Тот самый Блок Который Сможет Сейчас Даже В этом Зале Внести Какую-то Ну Струю Умиротворение Что ли Скажите Как вы Это вообще Собираетесь Делать Вы знаете Вы хотите Чтобы мы Вам все Секреты Сразу Раскрыли Это по-моему Невозможно Вообще Женщина Всегда Очень Интуитивно Чувствует Когда В какой Миг Ей Вступить На какой Ноте Ей Надо Держаться Я думаю Что наш Час Сегодня Еще Не Настал Мы Можем А потом Сегодня Есть Возможность Посмотреть На все Партии На всех Мужчин И определиться Нам все Так Что делать Дальше Спасибо Большое Спасибо Ну я Надеюсь На следующих Выборах Мужчины Поддержат Женскую Партию Потому что Без Женщин Вам Дорогие Мужчины Никак Нельзя И особенно В политике Ну что Что ж Данные Продолжают К нам В компьютерный Центр Поступать Посмотрите Пожалуйста Это Данные Опросы Телезрителей По проекту Конституции Вы Видите Их 76 И Пять Десятых Процентов Конституцию Все-таки Поддерживают Ну я Думаю Ситуация С Конституцией Нам Уже Более Не Менее Ясна Потому что Здесь Опрос Телезрителей Никак Не отличается От тех Данных Которые Поступают Из Центра Избиркома И из Других Эстончиков Информация Ну вот А я вижу Сейчас У ларца Пожеланий Бария Лебасова Добрый вечер Друзья Добрый вечер Вы знаете Владимир Ильич Ленин Несколько Лет Назад Нам Пообещал Что Земля Будет Крестьянам Фабрики Рабочим Власть Всему Народу И вот Мы Несколько Лет Всем Народом Властвовали Над собой Мы Все Почему-то Уверены Что Над нами Кто-то Должен Властвовать Что Над нами Должно Стоять Государство Что Мы Должны Жить Непременно Кем-то Управляемые Наконец-то Мне кажется Впервые За всю Историю Существования Россия И Когда Был Царь Были Большевики И Были Замечательные Любимые Народом Коммунисты Мы Попробовали Разные Формы Нашей Жизни Разные Формы Нашего Бытия Но Мы Ни Разу Не Пробовали Еще Быть Свободными Чтобы Каждый Из Нас Отвечал Сам За себя Отвечал За тех Людей Кто Рядом С нами Отвечал За тех Кто Близко За своих Родных За детей За мать За семью За отца И Мне Кажется Что Наконец-то Вот Слава Богу Хотя бы Вот Эти Радостные Сообщения И Радостная Информация О том Что Конституция Вроде Проходит Впервые Нам Предоставляется Возможность Быть Самими Собой Делать То Что Нам Нравится Быть В определенной Степени Наконец-то Свободными Я Единственное Что Хочу Сказать Мы Очень Многим Давали Экспериментировать Над Нами И Многие Экспериментировали Очень Долго Я Хочу Сказать Что Сейчас Нынешнему Правительству Нынешнему Президенту Надо дать Возможность Довести В конце концов Их дело То которое Они начали До конца А потом Мы уже будем Судить Кто прав Кто виноват Хорошо ли они делают Но я почувствовал Сейчас себя В какой-то степени Свободным Потому что За себя Отвечаю Только Я И это Впервые Мне кажется Впервые В истории Государства Да Есть Бабушки Есть Пенсионеры Есть Люди Которые Сейчас Живут Очень Плохо Но я Надеюсь Я уверен Что Рано или Поздно Мы Те Кто Умеем За себя Постоять Мы Те Кто Умеем Наладить Жизнь Создадим Возможность Для того Чтобы Люди Которые Может быть В какой-то Степени Они не способны Жить Нормально Мы Сможем Им Помочь И только Благодаря Тому Что Наконец-то Сегодня Была Наверное Будет Принята Конституция За которую Которая Дает Возможность Нам Наконец-то Быть Свободными И Каждому Нести Ответственность За себя И тех Кто С ними Рядом Спасибо Большое Я думаю Что Это Настоящий Праздник И это Настоящие Достижения Нашего Народа За Многие Века Спасибо Баря Спасибо Дамы И Господа Посмотрите На часы Пожалуйста По-моему 5 минут Нам осталось Мы все-таки С вами Собрались Даже Три Минуты Мне Показывают Мы все-таки С вами Собрались Для того Чтобы Встретить Новый Политический Год Чтобы Начать Традицию Которая У нас В России Сегодня В эту Ночь Впервые Я прошу Вас Приготовьте Фужеры Для шампанского Я вот К сожалению Буду пить Пепси-кулу Дорогие Телезрители Я вас Уже В 18 Часов Просила Приготовьте Тоже Легкий Ужин Приготовьтесь Открыть Ту бутылочку Шампанского Которую Я надеюсь Вы приготовили К этому Вечеру Потому что Через Две Минуты Мы с вами Поднимем Тост За новый Политический Год Уважаемые Уважаемые гости Уважаемые Дамы и господа Я повторю То что Сказала Тамара Будьте Добры Сейчас До нового Года До нового Года Осталось Сейчас Две Минуты Даже Меньше Полторы Минуты Будьте Добры Наполните Бокалы Шампанским Только Что За этот Час Прозвучали Очень Бурные Выступления Резкие Выступления Ну что же Наверное Это просто Отклик Той борьбы Которая проходила На протяжении Последнего Месяца Но что бы нам Сейчас Хотелось Это то Чтобы Вот сейчас 12 часов В ту секунду Когда уходит Последний день Предвыборной борьбы Нам бы очень Хотелось Чтобы люди Все-таки Сидящие в этом Зале Подняли бокал Шампанского За мир и процветание На российской земле Я прошу вас Всех Я прошу вас Всех Поднять бокал Шампанского Господа Поднимите Пожалуйста Бокалы С новым Политическим Годом Вот ко мне Уже тоже Подошли Меня тут Соблазняют Чтобы я Сделала Глоток Шампанского Дорогие Зрители С новым Политическим Годом Что он нам Готовит Мы это Узнаем Сегодняшней Ночью Мы сейчас С вами Простимся Минут на 15-20 Пока будет Эти программа Новости Но все Средства Нашего Телекомпьютерного Центра Продолжают Работать Мы продолжаем Получать Ваши Телеграммы Продолжаем Получать От вас Телефонную Информацию Из любой Точки России С новым Политическим Годом Поздравляем С новым Политическим Годом Это мы Это 160-миллионная часть Достояния России Твоя часть Твой ваучер Как распорядиться ваучером Кому доверить Доверяя свой ваучер МММ Вы связываете свое будущее С лидером Российского бизнеса Мы смогли заработать деньги Для себя Мы сможем заработать их И для вас Нас знают все Мы были вчера Мы есть сегодня Мы будем завтра Мы сделаем ваш ваучер Золотым МММ Инвест Знаете, что это такое? Это промостроенный банк У меня куча денег Для всякого Завода В расприятии И строительства Это мой бизнес банк Занимается всяким бизнесом Он очень солидный Это Сбербанк Куда ни глянь Везде Сбербанк С ума сойти Если бы они Купили бы мне Жвачки То я бы Надул бы шарбы Размером с зеленью Суммарный капитал этих банков Превышает половину Денежного достояния России Все они являются Учредителями И акционерами Московского инвестиционного фонда Не самая плохая компания Присоединяйтесь Московский инвестиционный фонд Это Россия Это совокупное достояние России Это мы Это 160-миллионная часть Достояния России Твоя часть Твой ваучер Как распорядиться ваучером Кому доверить Доверяя свой ваучер МММ Вы связываете свое будущее С лидером российского бизнеса Мы смогли заработать деньги для себя Мы сможем заработать их И для вас Нас знают все Мы были вчера Мы есть сегодня Мы будем завтра Мы сделаем ваш ваучер золотым Мы приветствуем из Кремля Всех телезрителей нашей программы Встреча нового политического года продолжается Посмотрите, пожалуйста, в нашем телекомпьютерном центре Который работает сегодня всю ночь на прием информации из России Гости Алексей, представьте их, пожалуйста Я вам представляю пресс-секретаря президента России Вячеслава Костика И руководителя пресс-службы правительства РФ Валентина Сергеева Как бы вы могли прокомментировать ход выборов за 12 декабря? Вы знаете, я прежде всего хотел бы сказать о серьезной победе демократии Даже независимо от конкретных результатов голосования Но прежде всего очень важно то, что конституция принята И это теперь будет огромным стержнем Вокруг которого будет строиться вся политическая жизнь Еще раз произнесите, конституция принята Дорогие россияне, конституция принята Мы живем в новом государстве при новой демократической власти Слышите, аплодисменты? Мне бы хотелось теперь сказать вот о чем Ведь всего два месяца тому назад Мы стояли на краю гражданской войны На краю пропасти Никто не верил И я думаю, на Западе никто до сих пор не верит И вообще в истории демократии мало прецедентов тому Что всего за два с немногим месяца Страну от кануна кровавой драмы Удалось подвести к демократическим выборам Подвести к новой конституции И я должен сказать, что в этом, конечно, огромная заслуга Президента Бориса Николаевича Ельцина И правительства России Я думаю, что независимо от того, как разные аналитики, комментаторы Будут сегодня ночью или завтра утром Оценивать достаточно высокий процент Проголосовавшись за либерально-демократическую партию За партию коммунистов Я считаю, что победа демократии в России состоялась Спасибо Что бы вы могли добавить? Вячеслав Васильевич сделал, по-моему, очень хороший анализ того, что произошло И немножко оглянулся назад Потому что оглянуться назад вообще полезно Мне бы хотелось посмотреть вперед Ну, прежде всего, я хотел бы поздравить всех россиян с принятием Конституции И сказать, что теперь, наверное, есть возможность Будет возможность работать спокойно Жить спокойно И, как говорится в моей любимой песне Есть такие слова Любимый город может спать спокойно Ну, а если люди будут спокойно спать Не просыпаться от тревожных звонков в дверь От безобразия на улице От выстрелов Я думаю, что и работа будет производительная Работа будет в радость И все то, что сегодня намечено в правительственной программе, которая одобрена президентом Будет выполнено Мне бы очень хотелось, чтобы было именно так Вот я сегодня желаю всем моим соотечественникам и соотечественникам за рубежом Спокойствие И, может быть, главное состоит в том, что вот в той обстановке спокоя И особенно вы отметили Любимый город может спать спокойно ночью Я думаю, что в этой обстановке спокойствия будет рождаться больше россиян Новое поколение россиян Которые уже будут жить в условиях стабильной демократии Тогда пожелание к еще не родившимся россиянам Пусть их жизнь будет доброй, счастливой, наполненной радостью Я думаю, что правительство, которое будет работать Постарается сделать все для того, чтобы было именно так Спасибо вам огромное И после такого пожелания я просто обязана прочитать телеграмму из Воркуты Пылайте сердцами, творите любовью, чтобы наша Россия жила и цвела Умом и своей великой силой народ наш всегда к миру, к счастью вела С уважением и с поздравлением всех с политическим Новым годом Семья Гуштюк, город Воркута Спасибо большое Дорогие телезрители, мы продолжаем принимать ваши телеграммы Мы продолжаем принимать ваши пожелания на новый политический год Любую телеграмму вы можете дать Воспользовавшись услугами службы телеграммы Мы принимаем сегодня и междугородние телеграммы, и международные телеграммы Так что ждем ваших телеграмм А сейчас с пожеланиями, я вижу, готов Обратиться к нашим телезрителям Михаил Никифорович Полторанин Прошу Тамара, спасибо Прежде всего, вы уже поздравили россиян с Новым годом политическим Я бы хотел сказать, что подходят предварительные данные И эти данные могут нас только радовать Потому что новая конституция есть уже, можно сказать И таким образом есть и новая Россия Мы вступаем в новую политическую эру Мы вообще вступаем в новую эру О которой мечтали многие-многие поколения россиян Мы шли к этой реформе политической системы Несколько лет И этот путь был отмечен сложной борьбой Этот путь был отмечен непониманием часто И слава Богу, что именно россияне понимали наших политических лидеров Слава Богу, что именно россияне оказывали поддержку постоянную реформаторам И прежде всего нашему президенту И слава Богу, что именно россияне остановили то безобразие Остановили то безумие, которое накатывалось на Россию Я поздравляю вас всех, дорогие мои земляки Дорогие мои соотечественники С этим величайшим поворотным событием в истории России Конечно, это громадный шаг Но это только первый шаг к стабилизации, к стабильности, к нормальной жизни в России Нам еще предстоит много теперь работать У нас есть крепкая, прочная база На которой можно строить прекрасное, могучее, сильное российское государство И от каждого из нас, от позиций каждого теперь будет зависеть, как это будет работать Я думаю, что и парламент Не зря мы сегодня здесь собрались И я благодарю за эту идею, которую мы поддержали Идею Читы и Тамары, и Владимира Максимова Я благодарю сегодня президента за то, что он сам предложил нам этот прекрасный дворец съездов Для проведения этой акции Так вот, не зря мы здесь собрались Чтобы, наконец-то, получив новую конституцию Получив в руки новую Россию Подаренную, как говорится, или данную народом в руки парламентариев Мы бы повышали и культурный уровень Чтобы новая культура парламентаризма была Чтобы этот парламентаризм стал основой взаимодействия между властями, между ветвями власти Я еще раз благодарю всех за то, что каждый из нас сделал И поздравляю наших россиян с новым политическим годом Этот год, то есть этот день, 12 декабря, я думаю, что войдет в историю России Как праздник демократии И к этим пожеланиям присоединяется из города Сочи телезритель Мамедов Уважаемые братья и сестры Сегодня мы отдали свои голоса за вас Надеемся, вы разумно защитите наши интересы У всего человечества в мире одна мать и один отец Ибо мы все родные Никогда не допускайте кровопролития Поздравляю от души с новым политическим годом И желаю всем-всем удачи Как вы знаете, у нас сегодня много здесь зарубежных наблюдателей Я хочу представить вам первого заместителя, председателя парламента Швеции Господина Алим Юра Скажите, я знаю, что вы сегодня побывали на выборных участках Какие впечатления? Стига Алим Юра, вы были в ваших локалах сегодня Какие впечатления? Я очень впечатляю от того, что вы впечатлили Там я произвел довольно сильное впечатление от той работы, которая проводится Там довольно сложная избирательная процедура Много списков, много фамилий, где нужно подметить свои пожелания Я так понял, что избирательные работники очень хорошо объясняли людям, как они должны это делать Были ли допущены какие-то ошибки с вашей точки зрения? Я не видел ни в видео Что вы ждете от выбора России? Что вы ждете от выбора России? Мы надеемся на сильный российский парламент Который может провести коренные реформы экономики страны И мирным путем сотрудничать с другими странами Есть ли у вас какие-то прогнозы свои? Я не могу сказать прогнозы Да нет, с моего горизонта не могу этого иметь Спасибо Ну что ж, а если раз мы заговорили о прогнозах Господа, я знаю, что в нашем зале сегодня находится предсказатель Прогнозы которого почти всегда сбываются Павел Глоба и его прогноз на будущий политический год Павел, где вы? Так, 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 быстрее Уважаемые телезрители Внимание, политический прогноз нашего предсказателя И делается он у ларца пожелание А там я вижу уже просто очередь Мне сейчас выпала очень такая нелегкая обязанность Приступить к своему прямому долгу Это рассказать о будущем Которое видится, я буду говорить не со своих слов Мне очень много приходилось работать с книгами древних астрологов Которые до сих пор не опубликованы И к большому сожалению или счастью Но очень многие события, которые мы сейчас переживаем Там описаны с большой точностью Мне много раз приходилось говорить Что вот этот вот период, который переживает сейчас страна Он там охарактеризовывается как полет над пропастью И как можно действительно лучше сказать об этом Хотя относиться к этому можно по-разному И, естественно, многие говорят, что зачем заглядывать в будущее И есть ли в этом смысл Но и все-таки думается о том, что древние относились к этому совершенно по-другому Это не домоклов меч, который припечатывает вас И неизбежно ставит вам программу А предупреждение, собственно говоря, так к этому древние относились И если говорилось о том, что начало этого полета Будет ознаменовано периодом Белого Барана То конец этого полета над пропастью будет связан с собакой-поводырем По восточному календарю следующий год Это год действительно деревянной или голубой собаки Это символ, конечно Но любой символ можно трактовать по-разному В том числе и применять его к нашей действительности О нелегком и тяжелом, трудном нынешнем годе Мне пришлось говорить, к сожалению, также и о возможности кровопролития осенью Даже вот в программе Тамары Максимовой Которая действительно, к сожалению, большому сожалению реализовалась Очень не хотелось бы, чтобы то, о чем говорил астролог 15 века Василий Немчин О следующем годе также реализовалась В смысле весны 1994 года Дай Бог, чтобы мы все-таки эту весну следующего года нормально пролетели Хотя бы даже и над пропастью А что касается следующего расклада политических событий То я думаю, то, что происходит сейчас, это только начало Начало, которое будет дальше развиваться непредсказуемым образом То, что должен был очень сильно выдвинуться господин Жириновский Мне приходилось говорить еще в 1991 году Когда он только, у него была предвыборная кампания Как бы к этому не относиться Но также была публикация, что 1993 год Это возможность его звездного часа Это также реализовалось У многих других политических партий в следующем году Будет также очень хорошее и очень большое будущее Выбор России, который сейчас должен набрать Самое большое количество голосов в следующем году В следующем году будет иметь почетное место Но, к большому сожалению, следующий год Это действительно год самого серьезного испытания для России Последние месяцы следующего года Это начало выхода Начало выхода из того самого кризиса Самого страшного за всю последнюю историю В которой мы пребываем Дай Бог, чтобы мы пережили весну И конец осени, ноябрь следующего года Но в любом случае, что бы ни случилось Как говорил Василий Немчин Господь Россию спасет С 1996 года начинается ее новое будущее Вот такое видится ее ближайшее будущее Надо сказать, что кровь в России практически больше не прольется Если, конечно, мы переживем май следующего года Дай Бог, чтобы все-таки самые дурные прогнозы астрологов не осуществились Для того они и нужны Чтобы люди принимали меры Всего доброго Ну что ж, вот такой прогноз сделал Павел Глоба Посмотрим, как он сбудется А я хочу пригласить вас в наш телекомпьютерный центр Пока мы здесь накапливаем информацию для вас Вот пришел к нам Владимир Филиппович Шумейко И он Владимир Филиппович Шумейко, простите И он говорит, что у него есть совершенно точный прогноз Но я бы не сказал, что это прогноз У меня есть данные предварительные, абсолютно точные И я вам говорю, как председатель правительственной комиссии По организации и проведению всенародного голосования По проекту Конституции Конституция России принята С чем я вас и поздравляю Около 60% россиян проголосовали сегодня за Конституцию И это самое главное событие, которое произошло Вот в эти выборы Потому что я и говорил, и сейчас говорю И не хочу никого обидеть Из присутствующих в зале Членов партии, блоков предвыборных Конституция все-таки первична Войдут ли в Думу, не войдут, это уже дело второе Но сегодня страна приобрела стабильный путь развития Сегодня в стороне окончательно в России установила